Итак, в рамках данного видеоролика я бы хотел затронуть следующий вопрос касательно будущего мировой экономики, будущего России с 2025 по 2035 годы. Я бы хотел затронуть также ситуацию с макроэкономикой, ситуацию также в социальном секторе, потому что все те тренды, что актуальны сейчас в массе своей, они в будущем будут реформироваться в полной мере и соответственно будут актуальны и новые виды динамика развития экономики как таковой. Господа, я специально подключаю карту мира, чтобы вам дать наводку и еще раз напомнить, мир находится в накатывающейся деглобализации. Что такое деглобализация? Деглобализация это выход различных стран из общей мировой экономической структуры. Я много раз говорил на протяжении последних двух лет, что деглобализация это шаг назад в геополитику и в макроэкономику фактически 19 века, но это тот самый драйвер, который позволит миру между собой интегрироваться в будущем разным геополитическим валютным новым зонам для того, чтобы перейти к формированию нового мирового союза государств. То бишь не будет как таковой сверхдержав, не будет как таковой идиотичной конкуренции в виде соревновательного характера. Нет. Будет просто одна большая мировая экономика, мировое правительство, которое будет руководить основной повесткой дня. Все к этому и идет. То бишь, когда только человек начал эволюционировать, тогда стали понятны его повадки. Коммуникабельности, общественности, каким-то материальным, нематериальным, духовным, ментальным идеям, созиданию в том числе. Также были пороки в виде жадности, конкуренции и прочего, что можно продолжать без конца. И вот все эти позитивные черты человека, а также его пороки привели мир к тому, что мы имеем сейчас. Соответственно, эти пороки и эти позитивные черты человечества приведут мир к тому, что наши с вами потомки, причем вне, в отдаленном будущем. И, пожалуй, мы с вами будем наблюдать обоочину в горизонте будущих 10 лет. Господа, начну, пожалуй, с самого главного. Это геополитика. Как вы уже знаете, я неоднократно говорил, что, повторюсь, мир дробится сейчас на составные части. Есть условный запад, есть условный восток. Но в условном западе и условном востоке имеются также субрегионы с так называемой своей национальной политикой. Ну, взять, например, Китай. Вот он, Китай. С кем он планирует интегрироваться впоследствии? Китай. Монголия. Прилегающие территории. Также Индия, я это подчеркиваю. Прилегающие территории Китая и Индии в виде Камбоджи, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезия, Новая Гвинея. По факту, все Южно-Китайское море и Филиппинское море в том числе. Ну, а также Северная Корея. Также резонно войдет в состав Азиатского Содружества. Вы смотрели мои предыдущие видеоролики, где я вам четко давал посыл о том, что Китай начинает активно милитаризовать Южно-Китайское море. И вот основная конкуренция за рынки сбыта с Индонезией, Филиппинами, то бишь теми странами, которые занимаются довольно крупной добычей нефти. Соответственно, Китай сейчас отжимает фактически эти логистические пути. И еще раз напомню, что основная динамика жесткой, очень острой фазы деглобализации, которая приведет мир к великой инфляционной депрессии, будет интеграция Тайваня в состав Китайской Народной Республики. Я еще раз напомню, что та страна, которая владеет Тайваем, та страна владеет миром фактически. Оперировать тем, что Китай и США на текущий момент времени основные партнеры в мире, да, вы будете правы оперировать им изречением. Но китайская партия и сами китайцы смоют наперед. Знаете, проблема китайцев в том, что на их истории очень много ссадин, болезненных периодов. В частности, история Китая 20 века, раздробленный Китай, империя Цин, которая терпела многократное количество поражений в разных конфликтах. Вот. И прочие исторические аспекты, которые также в истории Китая имеются. Это все китайцы помнят. Прекрасно помнят. И, соответственно, сейчас у Китая есть возможность взять реванш за то, что было в его истории ранее. Что он, в принципе, сейчас и делает. Китай пользуется благами западной экономики последние 40 лет. С 1986 года в Китай активно инвестировали страны Европы, США, другие западные державы. Что и привело Китай к такому большому экономическому могуществу. Теперь Китай понимает, что несколько империй в мире существовать не могут. Значит, необходимо наращивать свою национальную политику. Это милитаризация Южно-Китайского моря, Филиппинского моря впоследствии и оттем торговых и единичных путей. Именно, в первую очередь, сырьевых путей. Также я обращаю ваше внимание на то, что китайцы активно у Российской Федерации в данный период времени закупают огромное количество сырьевых товаров. Я отмечу следующее, что когда в истории разного рода империи фактически покупали у других стран смену разной экономикой сырье, они готовились к тому, что в истории мы с вами наблюдали неоднократно. Глобальным конфликтам, проще говоря. Китай сейчас наращивает ресурсную базу. Как следствие, он, на мой личный взгляд, готовится к тому, что придет мир к острове деглобализации. Конфронтация более тесно с Тайванем. Это что касается азиатского региона. Что касается политической северной части Евразии. Взять, например, Россия, Беларусь, то же самое Закавказье, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Взять всю вот эту часть Российской Федерации. Это все фактически регион, насыщенный одной культурой, историей фактически. Отвечая на вопрос, что ожидать от Украины, нужно смотреть на причины следственной связи после завершения СВО. Крайне трудно пока что-либо ожидать от данной ситуации, сразу вам говорю. Потому что основная торговая интеграция имеется между Россией, Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. То есть так называемое Евразийское экономическое пространство. Евразийский экономический союз. На самом деле Российская Федерация была инициатором Евразес еще с 2000 года. Соответственно Евразес перерос в таможенный союз. Таможенный союз перерос в 2015 году в Евразийский экономический союз. По сути сейчас Россия интегрируется как страны Европы. То есть с 50-го года было Европейское пространство, потом Европейское экономическое пространство, затем Европейский экономический союз, который потом перерос в Европейский союз. То есть геополитический союз. Соответственно будучи капиталистической экономикой Российская Федерация сделала фактически ставку на то же самое, что было на территории Европы буквально 50-70 лет назад после завершения Второй мировой. Соответственно это также одна из тех геополитических зон, которые будут наравне с Южно-Китайским союзом. Ну проще говоря будут называться как Евразийский союз. Так называемый СССР 2.0, как некоторые его также называют. Что касается Европейского союза, мне видится одна, ну скажем так, одна картина. Это дезинтеграция. На самом деле Европейский союз находится последние два года в состоянии рецессии и фактически в дефиците энергоресурсов. Да, они у России продолжают покупать углеводороды через третьи руки, через первые руки покупают удобрения, титан, алюминий и прочие духи, но по завышенной цене. И эта завышенная цена также ложится на конечную бестоимость товара, за которую расплачивается уже конечный потребитель. На самом деле Европа всегда была то глобализирована между территориальными империями типа Австервенгии, Германской империи, Французской империи, Испанской империи. То есть такая была одна повестка политическая. Потом была дезинтеграция. Это нормально. Соответственно, чего бы я все-таки ожидал, Северная Европа имеет свою повестку дня, Восточная Европа имеет свою повестку дня, Балканы своя повестка дня, Западная Европа также своя повестка дня. Британия, США, Британия, Канада, Британия, Австралия, вот так, сейчас мы их с вами определим. Это так называемый Западный Союз. Что такое Западный Союз? Что такое Западный Союз? Это союзные экономики, союзные политические наклонности между США, Канадой как таковой. То же самое с Британией, Австралией, Новой Зеландией. Фактически у них имеется общий очаг истории, который и до текущего момента времени мотивирует их, да и в будущем уже будет мотивировать между собой активно сотрудничать и активно развиваться. Что касается Южной Америки, так называемой Латинской Америки, на мой взгляд, это будет составное сотрудничество между крупными экономиками региона Мексика, Бразилия. Вот, и соответственно эти две экономики будут флагманами развития всего этого региона. Что касается арабского содружества, у них также есть одна фактически культура, одна вера. Это то, что их между собой объединяет. Я думаю на фоне конфликта между Ираном и Израилем будет прекрасно наблюдать, как другие страны отзываются по отношению к этому вопросу. То бишь крупные экономики это Турция, Иран, Саудовская Аравия и Эмираты. Эти крупные экономики, соответственно, между собой также тесно будут взаимодействовать впоследствии. Что касается Африки, Африка это та самая территория, это тот самый будущий рынок сбыта, за который будут идти, мягко говоря, конфронтации, мягко говоря, битва за сырье африканское. По большому счету Российская Федерация уже владеет половиной стран Африки, если говорить откровенно, за счет того, что там находятся разного рода частные, насколько я знаю, военные компании. Соответственно, там находятся очень крупные российские нефтегазовые предприятия, углеводородные и прочие, которые и все сырье Африки добывают. На дальнейшие ее перепродажи. Соответственно, за Африку, как вы помните из истории, всегда была борьба, по крайней мере, за последние 150-200 лет. Были африканские колонии, ну то есть европейские. Вот, и, соответственно, история имеет свойство к повторению. Поэтому в ближайшие 10 лет, чего я ожидаю, это буквально очень жесткая фаза конкуренции за африканский рынок сбыта. Вот, собственно говоря, основная геополитическая повестка в ближайшие 10 лет будет выглядеть ровно так, как сейчас указано на карте. Проще говоря, 9 крупных геополитических, 9 крупных макроэкономических зон, которые впоследствии между собой будут в дальнейшем интегрироваться из очень острой фазы глобализации в фазу мирового содружества. Который потом приведет к формированию Мирового Союза Государств. И вот эти 9 фракций, на мой личный взгляд, они будут занимать место в мировом правительстве. Потому что вся планета, как вы знаете, у нас интегрируется в момент появления человека. Соответственно, мы сейчас приходим к той фазе интеграции, когда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Потому что если эти два шага вперед не сделать, от цивилизации ничего не останется. И вы даже понимаете, человек, к сожалению, склонен к радикальным каким-то мерам, мягко говоря, не затрагивать острые углы. И, соответственно, человек иногда не отдает себе отчет о том, что он делает. Если бы он отчет отдавал, то Мировой Союз был бы уже как минимум лет 300-400 назад. Это уж точно. Но что имеем, то имеем. Это первое. Второй важный момент, господа. Это сырьевые рынки. Вы должны понимать, что у нас на конусе дефицит воды. Дефицит золота, дефицит серебра, платины, паллади, других сырьевых товаров. Потом, раз говорю, дефицит нефти, дефицит угля. Короче говоря, земля постепенно истощается из-за большого потребления углеводорода в первую очередь страны, стран Юго-Восточной Азии. Соответственно, на факторе дефицита сырьевых товаров у нас будут с вами развиваться впоследствии альтернативная экономика, альтернативная энергетика, ветряная генерация, гидрогенерация, ядерная энергетика и прочее в этом духе. Это все неизбежно. Это все то, к чему сейчас ведет политический процесс деглобализации. Но что вы должны понимать, по мере, подчеркиваю, по мере роста дефицита сырьевых товаров у нас будет кратный рост цен на эти же сырьевые товары. И, соответственно, этот кратный рост цен на сырьевые товары приведет весь мир в очень острую фазу великой инфляционной депрессии. Еще раз подчеркну, об этом будет писать в учебниках истории. И, господа, чтобы вы понимали, я еще раз напомню, чтобы войти в новую историческую эпоху с капиталом, нужно покупать физически материальные активы. Вот, например, у вас есть драгоценные металлы, хорошо, держите дальше. У вас есть земля, держите дальше. Есть недвижимость, держите дальше. Это то, что потом в процессе можно будет обменять на что-то новое, на новые валюты, на новые примочки, на новый статус в обществе. Это то, что нам с вами необходимо учитывать. Но, внимание, господа, перед таким, мягко говоря, всемирным объединением по миру пройдет волна левых идей. На самом деле призрак коммунизма уже ходит по миру, если вы смотрите, изучаете настроение широкой общественности. И, как следствие, по мере роста инфляции, по мере роста объединения всей планеты Земля, Уж поверьте мне, какие-то страны будут на срок сегодня популяризовать эти темы, что многие державы, многие державы, поверьте, не все, но многие державы, из очень острой фазы текущего капитализма будут выходить в фазу социал-демократии. Это новое политическое явление будет. Соответственно, социал-демократия, что это такое? Те, кто не предприимчив, проще говоря, им будут давать государство социальные блага. Государство для человека, человек для государства. Это та сам политика, которая была актуальна в Римской империи. Как говорится, от римского права мы ушли, но, господа, история возвращается в цикл в равновесие. С одной радикальности ушли другую радикальности, и с текущей радикальности переходим в радикальность прошлого. Как говорится, золотой середины у человечества нету. Это вы должны понимать. Соответственно, если человек, повторюсь, непредприимчивый, если человек может только работать руками, государство будет его обеспечивать зарплатой, жильем муниципальным, подчеркиваю, неприватизированным, нет, муниципальным, государственным жильем. Тренды будущего, да, господа, тренды будущего. Но чтобы предотвратить крупную волну угроз левых идей, которые эти идеи, проблема в том, что они тоже радикальны на самом деле, они, как вы видите, привели Россию в начале 20 века к катастрофическим последствиям. Вы стоите, помните. Например, такая же ситуация была, например, говоря, в странах Европы. Восточная Европа, в том числе, там, левые идеи были на территории США. Между прочим, они резко избавились от леваков. Они под полем стали коммунистом. В Южной Европе то же самое было. И вот, например, история Китая, да, тоже радикально. Радикальное становление текущей партийной власти, КПК, Компартии Китая. Очень радикальная была история. Вот, чтобы этого радикализма предотвратить, государством придется перестраиваться с текущей острой фазы капитализма, еще раз, на рейс социал-демократии. Но, опять же, как государство будет подкупать свои населения? Вот вы, уважаемый Джон Петрович, умеете работать руками, государство выделяет вам жилплощадь муниципальную, семью перевозите, плодитесь, развивайтесь. Но учитывайте, что если будет остра фаза геополитического явления в мире, вам придется отдать долг Родине. Мы помогаем вам, вы потом поможете государству. Вот к этому, господа, все и идет. Чтобы такое решение необходимо впоследствии принимать разным странам для стабилизации внутреннего социума в их регионах. Потому что если этот социум, грубо говоря, из стойла выгнать, этот социум херчу наворотит потом. Потом расслегнуть последствия этого социума будет очень сложно. В истории такого тоже много раз было, неоднократно. Особенно, когда мир выходил из фазы феодализма. Одна из первых стран, которая уже из фазы феодализма была Франция. Второй вариант. Помните, союз спасения? Декабристы тоже попытались создать еще при эпохе монархии Российскую Республику. Ну, естественно, их потом всех поймали, мятеж устранили, перевесили. Кого-то в ссылки до конца жизни отправили. Там, по-моему, только одного человека к статусу графа вернули только через 30 лет после его завершения ссылки. При новой монархической власти, то есть при новом императоре, проще говоря. Вот. Подобные ситуации были также на теле Европы, на теле Азии. В общем и целом, остер фазы истории в страницах нашей с вами цивилизации имеются. Далее, что вы должны понимать, господа. По мере остер фазы деглобализации, как я вам сказал ранее, будет бешеная волна инфляции. Бешеная волна инфляции приведет к бешеному обеднению. Бешеное обеднение приведет к дальнейшей политике мировой динаминации валют. Но, что я хочу сказать. Доллар, евро, юань, рубль, другие валюты, они были, есть и будут. Но подкреплять виток этой динаминации, чтобы обнулить экономический спектр, обнулить эти 4 квадриллиона долларов долгов мира, может только путем инфляции, чтобы именовать острую фазу мирового конфликта. То есть конфликта мирового сейчас не будет. Это риски будущего, о чем я вам также повисую в этом видеоролике. И, соответственно, чтобы обнулить эту долговую массу, нужна инфляция. Инфляция придет к новому экономическому циклу, к новому росту цикла Николая Кондратьева. То есть новому витку развития цивилизации. И, соответственно, новый виток цивилизации будут встречать с обрезанными ноликами. Но эти деньги, эти уже цифровые деньги, будут подкрепляться к золотому стандарту. Где золото будет стоить как минимум 4-5 тысяч долларов за унцию, где и серебро тоже будут подкреплять к этим валютам. Проще говоря, уже сейчас некоторые страны Азии начинают активно покупать серебро в свой запас. Ну, например, Индия активно наращивает импорт серебра на свою территорию. Китай активно покупает золото. Россия сейчас опять снова наращивает свое золото валютные резервы. То есть тоже покупает золото. Например, Штаты тоже золото покупают. Короче говоря, все готовятся ровно к тому, о чем я сейчас повествую. К деглобализации, большому витку инфляции, обнулению всей цифровой, всей фиатной массы, которые припоследствии к новым валютам, цифровым валютам, которые будут подкреплены к золотому стандарту. К золоту, то есть. Что касается нашей с вами отечественной экономики и политики, вы даже понимаете одну простую вещь, что любое формирование нового геополитического сотружества – это изоляция. Соответственно, изоляция – это политическая, это экономическая. То есть, закупать, проще говоря, те самые технологические товары России придется у Китая, у Индии. В то время, когда они, эти страны, уже в пост глобализации, пока еще будут сотрудничать с Японией и, отчасти, с США. Но учитывайте, что деглобализация – это остановка технологического процесса. То бишь, что я имею в виду? У нас сейчас не будет такого бурного развития технологий в мире. Абсолютно. И, как следствие, у нас все, что было рождено в виде идей технологического цикла с 1971 по 2020 годы, это все будет потребляться в ближайшие 15-20 лет. То есть, крупного развития технологий не будет. Будет стагнация. Но потом уже будет новый виток технологического процесса по мере устаканивания геополитической реальности. Поэтому российская экономика, она будет технологически более-менее развиваться, но основная ставка будет на что? На сырьевые товары и, в первую очередь, на агросектор, на сельское хозяйство. То есть, основная экономика нашей страны будет, как продолжалось со времен Русского царства, Российской империи, Советской Союзной, будет изучить на сырье, на сырьевых товарах. Это мы с вами обязаны учитывать. То есть, мы с вами будем дальше поставлять региональным экономикам, типа Китая, Индия, Ближнего Востока, наши сырьевые товары, а они нам будут поставить технологии. Так что будем в синергии развиваться вместе с ними. Качественная региональная держава. И причем такая политика будет фактически во всем мире. Это неизбежно. То есть, регионализм. Это наше с вами мировое будущее. Какие профессии будут актуальны в будущем, господа рабочие. Во всем мире будут актуальны профессии рабочие. То есть, синие воротнички, так называемые. Те, кто умеет работать руками, те, кто умеют организовывать производственные процессы, в том числе, те, кто умеет разбираться в сельском хозяйстве. Это все у нас с вами уже по себе начало проявляться. То есть, тренд на рабочей специальности. Не на банкиров, не на страховщиков, не на айтишников, компьютерщиков. Айтишники тоже нужны будут. Но не в таком количестве, в котором они сейчас в мире есть. Это попса. Это пузырь самый настоящий. По сути, сейчас рабочая профессия недооценна капитально. Поэтому, господа, если у вас есть желание в будущем подниматься в рабочей специальности, там, может быть, с этим директором предприятия, будучи понимать, эти процессы выстраивать на своем опыте, то сейчас самое время переучиться чему-то новому. Поверьте мне. Деглобализация даст сильный виток развитию промышленного производства. Например, в России у нас будут реализоваться другие секторы экономики. Промышленного характера у нас будет новый промышленный бум в стране. Почему так? Потому что Центральный банк Российской Федерации, он будет национализирован. Он будет не называться Центральный банк, он будет называться Государственный банк Российской Федерации. Потом в процессе может быть переименованы в Государственный банк Евразийского Союза. И это нормально. И внимание, при будущей экономической модели ключевая ставка Государственного банка будет не на уровне 16% годовых, не 20% годовых, не 30%, не 40%. Нет. Его ставка будет на уровне 2-3% годовых. Потому что промышленный вынос, промышленный пинок развития мы можем получить в рамках капиталистической экономики только исключительно при низкой ключевой ставке. Но до национализации Центрального банка, до перехода в фазу Государственного банка пройдет волна тех событий, о чем я сейчас повествовал. Рост инфляции, рост цены сырьевые товары, к чему приведет мир к новым цифровым валютам, которые будут укрепляться к золотому стандарту. То есть новые появятся во всем мире денежные единицы. И вот тренд на национализации Центральных банков, он впереди, подчеркиваю. Даже, например, судьба ФРС, она под вопросом висит. Например, в Европейском союзе, например, как такового Европейского Центрального банка стопудово не будет. Будут какие-то региональные Центральные банки, там, Скандинавский Центральный банк, там, не знаю, Балканский Центральный банк, Западный Европейский Центральный банк, да, там, и, например, Восточный Европейский Центральный банк. Вот такая политика будет. И ставки везде будут минимальны, Потому что мир будет делать акцент на развитие промышленных ячеек в экономике, развитие агросектора. Почему так? Потому что, внимание, по мере деглобализации, как я вам говорил неоднократно, будет разрыв цепочек паса, то бишь мировой логистике. Если, подчеркиваю, раньше товары из Азии, поставляясь в Европу по маршруту Арабского региона, теперь этого не будет. Очевидно. Они поставляться будут через Российскую Федерацию, через сухопутные коридоры России и через морские пути Российской Федерации. Между прочим, между Китаем и Европой, сразу подчеркиваю, торговые отношения будут интегрироваться дальше. Ну, точнее, с теми странами Восточной Европы, Скандинавии, Южной Европы в первую очередь. С кем у него торговый партнерство, в том числе, в рамках текущего времени, крайне велико. Поэтому логистика будет дорожать через Россию и, как следствие, потребитель за все это будет платить из своего кармана, что неуклонно будет сказываться на росте инфляции в том числе. Поэтому, господа, готовимся с вами к довольно бурному будущему. И самое главное, помните, что ставка обязана быть на проинфляционные товары. Если вы делаете ставку на какие-то технологические бумаги, вам тогда вообще в рынке места нет. Вы делаете ставку на то, что будет обваливаться. Сырьевые товары будут расти, инфляция будет расти, цепи поставок будут разрываться, все это будет. Уже сейчас наблюдается у нас все это. Только зачаток, хороший, жирный зачаток. Но, поверьте, сейчас ситуация в мире динамична, что текущие проблемы, они не заставят себя долго ждать. Поэтому делайте верную ставку. И самое главное, помните, что по мере развития агроэкономики, по мере того, как будут разрываться цепочки поставок, насколько сильно будут дорожать товары, питание, все крупные мегаполисы мира будут перетекать, население будет перетекать куда? В сельскую местность. И государство это будет понимать, государство это будет стимулировать. Это неизбежно. Вот. Поэтому ситуация, примерно, сейчас с выдачей ипотеки на ИЖС в России только начало. О чем я вам говорил неоднократно. В общем и целом, господа, свои мысли я высказал. Данный видеоролик я публикую сегодня, 17 апреля, ну, где-нибудь часов в 10-11, наверное. Готовимся к тому, о чем мы с вами говорим уже давно. Я же вам рекомендую подписаться на все наши медиасточки. Вступить в наш клуб трейдеров можете на официальном сайте биржевиквип.ру, либо официальном теграм-боте биржевикбот. У нас имеется телеграм-канал про рынок акций, про сырьевый рынок, про облигации, про банксеттер и группу ВКонтакте и Яндекс.Зен. На этих ресурсах вся информация выходит и крайне далеко, не часто она попадает на ютуб. К сожалению, ситуация в мире и в медиа такая, что лучше, в первую очередь, делать ставку на развитие текстовых ресурсов, где также можно потом видеоролики выкладывать, где можно также выкладывать какие-то посты и прочее в этом духе. Кстати говоря, телеграм очень хорошо и активно развивается, поэтому садочек на него по умолчанию обязана быть. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время грамотные стратеги, наши с вами главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. До свидания.